Вы прекрасно знаете, что во всем мире сегодня упор делается на мультиспортивные центры. Мультифункциональные мультиспортивные центры. Но у нас две субвенции не позволяют обидеть в одном проекте. Баскетбол и плавание. Вопрос, почему? То есть разговор не стоит о том, что это нужно прекращать. Наоборот, мы хотим усилить эти программы, но дать возможность, чтобы города и федерации определяли для себя этот формат, какой им больше подходит в нужном месте. Если нужно, там баскетбольный дворец, да, отлично, там мультифункциональный дворец, отлично. Но если есть возможность построить одновременный плавательный бассейн и дворец мультифункциональный, или, возможно, там дворец для игроков и спорта и хоккейный лед для хоккея, почему нет? Вопрос, почему нет? Но в документах так прописано, что пока это невозможно. Поэтому мы хотим чуть-чуть расширить таких возможностей, и чтобы каждый город и каждая федерация имела возможность более широко просматривать процесс с точки зрения первых эксплуатаций. Теперь, опять же, еще вопрос по спортсооружению. Мы проанализировали, сколько у нас сегодня недостроенных или желающих построиться спортивных сооружений. Есть предложение на какую сумму? Хорошее предложение. Еще есть варианты? Давайте назовите любую цифру. Совершенно верно. Мы проанализировали разные программы, разные инициативы. У нас около 100 миллиардов гривен недостроенных. Теперь вопрос следующий. Представьте, что мы построили эти объекты на 100 миллиардов. Вопрос. Какие спортивные соревнования мирового класса можно провести в этих спортивных сооружениях? Правильно. Да, вот это вот и есть отсутствие влияния государства на развитие спорта как системы. Это одна из наших задач. Никаким в случае нельзя ограничивать строительство спортивных сооружений, но хотелось понимать, что спортивные сооружения не являются самоцелью. Вопрос. Для чего оно нужно? И тут вопрос самый интересный. Для чего? Где? И кто будет этим всем управлять? Какие федерации, какие соревнования будут проходить? Называется целая цепочка вопросов, которые стоят во главе, а не цель, как построить спортсооружение. Поэтому мы первое, что сейчас будем вводить, это объединять желание города строить спортсооружения с обязательством объединить свои усилия с федерацией соответствующей и подписать соответствующие документы. То есть, если вы хотите построить спортивные сооружения и получить субвенскую государство на строительство, то будьте добры, подпишитесь с федерацией меморандум, документы о том, что федерация имеет возможность по стандартам проводить соревнования того или иного уровня, чтобы это было запланировано, чтобы это было запроектировано. Более того, в процессе проектирования, будьте добры, подпишите федерации, что этот проект соответствует международным стандартам, после введения эксплуатации которого будут проходить какие-то соревнования. Вот это вот и есть такие простые на самом деле вещи, чтобы отдельно федерации, отдельно города не пытались что-то строить. Вообще можете за свои деньги строить что хотите. Но если государство, министерство спорта стоит на защите спорта и задача развивать спорт Украины, то как минимум должны быть инвестиции государства в спортивные сооружения, как минимум для проведения национальных соревнований. Как минимум. Международных это право города уже. Хотите, пожалуйста. Но чтобы было заранее известно, что это точно спортивные сооружения с соответствием. Потому что в классе спортивных сооружений по разным видам спорта есть разные уровни соревнований. Там до пяти. Там Олимпийские игры, Чемпионаты мира, Европейские игры. Следующий уровень, третий, национальные соревнования. Так вот хотя бы национальные соревнования должны проходить. И тогда государство понимает, для чего оно инвестирует в эти спортивные сооружения. Вот в этом и есть логика. Дальше может пожелание уже быть. Но национальные соревнования минимум должны быть заложены в стандарте. Вот для чего это делается. Амбиции по международным, пожалуйста, дальше сами уже. Но как минимум стандарт национального соревнования, потому что спортивные сооружения, которые строятся за государственные деньги, априори направлены на то, чтобы были соревнования. Если хочет город построить для себя, для своих жителей, для массового спорта, для активности, пожалуйста, для этого есть местные бюджетные, сегодня маленькие уже. Для этого будет возможность привлекать инвесторов. Но спорт как спорт. Государство важен как соревнование в первую очередь. Спасибо.